Итак, мы заменили Михаила Семина на Виктора Блума. Ну, на самом деле, я не хотел об этом говорить, но когда Михаил Семин узнал, что в голосовании победил стол с участием Шаяма Шриневасана, он просто ушел. Ушел, забрал с собой Ивана Демидова. Все ушли. Натали Хофф тоже ко мне не присоединяется. Она комментирует на немецком языке, так что если вы хотите послушать ее голосок, то можете послушать немецкую трансляцию. Натали выиграла здесь женский турнир и вообще симпатичная малышка. Ну, вот новый стол. Виктор Блум здесь со вторым стеком 150 тысяч. И за этим же столом играет один из чип-лидеров турнира Себастьян Триш. 300 тысяч у него. Совсем короткие стеки здесь у Шриневасана 15 блайндов и у Даниэля Мельтона, немецкого игрока, тоже у них по 15 блайндов. Ну, у Триши гигантский стек, у Блума отличная ситуация. Ну и комфортная ситуация у Милана Йокшича и Мартина Стаусхольма. Ну, это абсолютно неизвестные игроки. Как бы нет у меня, к сожалению, сейчас времени, чтобы изучить, скажем так, кто там. Ну, вот 63 голоса проиграл стол Гасса Хансона, который на самом деле был гораздо более интересный. К сожалению, вот из-за того, что поздно мы поняли, как голосовать, вот из-за этого многие наши зрители, видимо, не смогли отдать голоса за стол Гасса Хансона. Ну, вот, как обычно, начинает очень долго думать Шаям Шриневасан с 15 блайндами. Вот. Но Михаила Семина, видимо, все-таки поймали в коридоре, заставили его, несмотря на то, что Шриневасан играет, все-таки присоединиться к нашей трансляции. Ну, у него есть великолепный шанс выбить Шаяма уже в первой раздаче. Думун делал рейс с первой позиции, и Шриневасан задвинулся второй руки. Я думал, он Open Push сыграл, но нет, после рейса он задвинулся. Ну, это квалифицированный игрок. Нет, Думун выбросил. Там, да, Тулс Валет плюс, я думаю, у Шриневасана. Ну, а Думун не очень квалифицированный, похоже, потому что открыл он со стеком 20 блайндов. Ну, это плохая игра, конечно, на столе с кратышами за спиной, открывать ту руку, с которой ты не готов закрывать. Не, на самом деле, в коридоре-то я встретил Лешу Белокурок, который сказал, что у него 130 тысяч, но 190 у него никогда не было. То есть это покер-ньюс пошутил. Встретил Андрей Данилюка с Михаилом Лохитовым, сказал Михаилу, что ты очень по нему скучаешь, показал, куда идти. Он сказал, что может заглянуть к нам сюда в гости. То есть, единственное, конечно, он сказал, что комментировать я не умею, я даже писать не умею, читать не умею. Но Илюшана, типа, повидать готов. Ну, вот, но Михаил Лохитов, как мы говорили, уже завершил свое выступление, к сожалению. Ну, я думаю, может быть, конечно, есть смысл посмотреть, кто есть ху, возможно, здесь есть еще какие-то... Я хотел тебя попросить, ну, или теперь уже, когда ты вернулся, могу я посмотреть, если хочешь. Ну, посмотри, ты у тебя просто... У меня открытки, но у меня он тоже открыт, но у тебя пошустрее компьютер. Ну, хорошо, ты последи за игрой, а я изучу этих уважаемых господ. Вот начну со Стаус Хольма. Мне почему-то хочется его называть все время Страус Хольм, хотя он вроде не Страус никакой. А может, это Страус был, а может, и не был, а может, и не злой ближайшему Орешнику за новой метлой. Ну, давайте общую информацию. 252 человека в игре остаются. Два уровня сегодня, как Илья уже вам проанонсировал, и в деньги попадают 135 человек. Давайте сразу скажу, что Страус Хольм очень добротный игрок. Вот месяц назад в Развадове он выиграл турнир серии G-Coop, я не знаю, как точно называется эта серия, G-Coop. Первое место, 150 тысяч долларов за первое место получил. Ну, это ни о чем не говорит, то есть вот Золотен Гал тоже здесь выиграл. В Развадове он играет регулярно и просто разрывает там турниры. Пятое, третье место, третье. То есть вот он завсегдатый турниров в Развадове, и там показывает просто сверхъестественные результаты. То есть за три года, практически играя только там, он выиграл 350 тысяч долларов в турнирах. Играл Estrellas, покер-тур попал в деньги в прошлом году в Барселоне. В Мадриде играл какие-то маленькие турниры. Ну, то есть профессиональный игрок, такой вот регуляр, крепкий из Дании. Это игрок на первом боксе, Stausholm. Сейчас я посмотрю чип-лидера турнира, Себастьяна Триша. А у нас Триш как раз рейзил. Думун и Шеневасан заплатили. Шеневасан доставил с большого блайда. Ну, со стеклом уже в 16 ББ, в 18 даже ББ. Ну, у Себастьяна Триша все намного скромнее. Лучший его результат, это в прошлом году в Берлине, в мейн-эвенте он прошел до 41-го места. И вот однажды еще в одном турнире в Австрии в 2009 году он занял третье место, получил 22 тысячи долларов. Ну, вот такие у него все вот его результаты. То есть, ну, это, можно сказать, скорее всего, игрок-любитель. Вряд ли, если он пять раз за пять лет попадал в деньги, у него есть возможность жить на покерные доходы. Ну, вот здесь, прямо перед перерывом, Никита Бадиковский выбил какого-то оптимистичного человека, который сделал рейс баттона. И на три бета... А! Сделал рейс баттона, Никита Бадиковский с малого блайнда переставил, большой блайнд заколировал. И вот некий Рока Палумба задвинул Аллин. Бадиковский уточнил размер стека игрока на большом блайнде и зарепушил. Ну, тут не написано, к сожалению, какие стеки были у того и у другого, у Никиты и у его оппонента. Но вот оптимист на большом блайнде имел король... На баттоне имел король 10, Никита не выбросил две дамы. И, в отличие от Стивена Чидвика, своего короля Палумбу наловить не смог. То есть, Никита выиграл, видимо, неплохой банк. А у Никиты и так стек вроде как был хороший. Но и раз он зарепушил, то, видимо, там не такой уж и короткий был стек у человека, задвинувшего Аллин с Бутона. И еще раз подчеркну, что 135 человек попадают в деньги. Но, скорее всего, к концу дня сегодня останется человек 160. Я думаю, еще около 90 игроков в 100 вылетят сегодня. И, да, будем наблюдать за Бавлом. Завтра Сталс Хольм зарейзил. Думун, ну вот мы видим, собственно, какого уровня игрок Думун. Думун, это уже все ясно. Просто Думун уже можно списывать. Я его даже не буду проверять в хэндом моби, чтобы не терять время. Согласен, да, потому что... Сталс Хольм грызет в яблочке. Кстати, ну вот, ты обычно этим знаменит, что-то, ну... Ну вот, думаю, он видишь, что он разорвал. Чирко, он аллык. Да, но я, кстати, хотел тебе сказать, что это ты вот этим знаменит, но вот только что у нас был другой датчанин за другим столом, а теперь Сталс Хольм, по-моему, выглядят они абсолютно одинаково. Не находишь? Наверное. Ну, опять же, как я любил приводить пример, помните, фильм Мимино, когда Макарчан и Кикабидзе едут в лифте, там же два японца, и один говорит другому. Эти русские все на одно лицо. Про Макарчана и Кикабидзе. Так что для нас все датчане на одно лицо. Так, значит, Триша я тоже уже проверил, идем дальше. Дэниел Мелтон. Пока не вылетел, давай проверим его. Что за пассажир такой? Что за, как говорится в таких случаях, неизвестный науке зверь? Ну, он такой в шапочке на Рего похож. Дэниел Мелтон. А, да, вот он как раз видишь, вот ты как проклинаешь людей, я не знаю. Только ты кого-то говоришь, пока не вылетел, человек ставит аллы. О, он здесь в турнире хайроллеров был на финальном столе, занял шестое место. Ну, вот видишь, его оппонент выбросил карты в пасс. Рейс пасс играл, Триша. Триша пока что огнят все. О, кстати, я вспомнил, Сандип Пулусани, по-моему, это человек, который на мировой серии покер в этом году выиграл браслет. Сейчас я проверю. Тут сейчас мы увидим короткое видео, а я за это время проверю Пулусани. Турнил Мелтон был прекрасный, у нас много руководителей, всю неделю. Теперь EPD 9 и 10 руководителей, это перефект. Also, по-моему, в организационной сторону, я ощущаю, что я очень рад. Процесс, от начать отеля, проверяйте на панель, поймите на панель, поймите на панель, начну. Это префектно. У нас есть вот хорошие команда. Мы работаем очень хорошо, я очень рады. У нас есть около 4,000 уже наезднику, поскольку у меня велика еды и много фидуальных решений. А я получал очень плохие и много поз mastery, как по моему этому поводу. Это прожили внимание, как кто-то нахожусь, пообщаться в Сандип. Да, на самом деле Сандип Пулусани Это вторая главная звезда на этом телевизионном столе Он обладатель браслета мировой серии И выиграл, причем он очень престижный турнир По три тысячи долларов То есть как бы не по полторы тысячи, а по три Турнир, где гораздо более плотный в целом состав И в хедзапе он обыграл не Алла Форелла Я помню, что у Форелла было огромное преимущество по фишкам Я просто играл в этот момент буквально в 10 метрах от того места От сцены, где они играли хедзап И периодически там вставал, посмотрел, что там происходит И там у Пулусани был небольшой стэк Но он выиграл несколько Аллынов И стал обладателем браслета мировой серии Так что Сандип не так просто Я думаю, ну, кстати, стэк у него небольшой 26 блайндов, но если удвоится, то я думаю, что-то покажет Пару трюков Ну а тем временем Стаус Холмпорт и Триша как раз играют в раздачу Да, Атолий Филатов в первой же раздаче после перерыва Проиграл монетку Туздама в две тройки По 40 тысяч поставили Ну, то есть 20 блайндов он, видимо, закрыл Аллын 180 тысяч у Анатолия Филатова Здесь Блум сделал рейс, Таус Холмпорт и Триш 3-бет 15 тысяч Ну, для него 15 тысяч, как для слона даже не дробина, а зернышко Забирает банк Даже Виктор Блум выбросил на 3-бет Вот это дисциплина Но мы уже не раз отмечали, что как раз в турнирах, я понимаю, там ноги О, Виктор Блум и Зельдур, экшен Мы говорили, в турнирах Витя сидит там, читает свой телефон или еще что-то там Сёрфит там, в Айпэйде Турнир он играет очень спокойно Особенно полные столы То есть, ну, да, так Да, можно сказать, даже нит Такое, то есть, он абсолютно Ну, так, хорошо, в таговом стиле Но овербетить все равно, любит ревер Это да Да, ну, просто он малый рук разыгрывает Вот он Так, идем дальше Если мы за эти 2 часа увидим в исполнении Блума Ну, 5 раздачи, то уже будет хорошо Йокшич тоже неплохие результаты Ого, Йокшича с 2008 года в Австрии Он, это просто король австрийских турниров 15-е место занимает в списке лучших игроков Австрии всех времен Вот Это не Аберкромбе и Фитч у него Не знаю Я начал разбираться, типа В Ауреке здесь попал в деньги в мейн-эвенте Ну, скромно занял 141 место Самый крупный Я, может, высоко на этот результат смотреть, да? Да Да Самый крупный приз Опять же, кстати, в том же самом Развадове Занял однажды второе место Но это не тот турнир, который выиграл Stausholm То есть Было бы забавно, если бы они в одном и том же турнире заняли Тот турнир, кстати, который Йокшич занял второе место Выиграл наш товарищ Янг Хайтман Немецкий игрок Вот Ну, много у него приличных результатов 81 тысяча Вот 63 тысячи Много финальных столов То есть, ну Профессионал, опытный То есть Ну, Резу Думуна Мы договорились не смотреть А Шайям Женева Саны и Виктора Блума Мы так знаем Так что, вот, мой экскурс закончился В историю покера Ну, вот Только Думун здесь Сладкая булочка Ну, что не мешает ему Разрывать этот стол Ну, с его стоком тяжеловато Разрывать Ну, вот Костя Маслак там, видимо, неправильно меня понял Пишет, что играл как-то в куб с Эзельдуром за столом Так там он резил каждую руку в своем стиле Не знаю, с чего взяли, что нет Кость, ну, еще раз Я говорил про его игру в живых турнирах Вот здесь он всегда сидит Хотя, казалось бы, наоборот В отличие от интернета у него здесь всего один стол Но вот в живом покере Виктор Блум там сидит и занимается своими делами Ну, неинтересно ему как бы играть Он там играет Ну, неинтересно Две руки в час 300 тысяч уже у Сэма Трикета Как сообщают наши полевые корреспонденты, скажем так Два уровня еще по 75 минут осталось сыграть И после этого Ну, давай Мазишку как-нибудь закончим Вот я, допустим, думаю, что в игре останется сегодня 160 человек Ты думаешь, больше или меньше? Не знаю, что-то не готов на эту Мазишку Давай лучше ближе к финальному столу Возьмем по несколько человек на финалку Ну, просто посмотрим Давайте Вот сейчас 252 в игре Мой прогноз 160 останется А ты, Вань, думаешь, больше, меньше? Ну, не Мазишка, а просто Ну, я бы взял больше, если бы надо было Я бы, наверное, тоже, но хотя Не понятно Близко это как бы Сейчас не будет таких резких прыжков блайндов Ну, и обычно все-таки, да, на втором уровне Третьего дня лопается бабл А если сбудется мой прогноз 160 То с большой доверацией Хотя 25 человек мог отыграть там Ну, вот редко девушки что-то спрашивают Вот Ивана Иван заинтересовал Жан-Миру Мукушеву Скажи, пожалуйста, скажите, пожалуйста После того, как прошло уже 5 лет После вашего второго места чемпионате мира Это больше удача или профессионализм? Какие еще крупные турниры вы выигрывали? Как и все в покере Это и удача и профессионализм Поэтому, конечно, есть Большая доля удачи Но есть и Объективно я тогда очень сильно играл Относительно среднего уровня поля, скажем так Поэтому и в чем-то результат закономерен А что я еще выигрывал? Ну, в турнирах у меня Тогда были хорошие результаты 2008-2009 год В Европе третье место занял на ВСОПе Там в России много турниров выиграл Ну, вот это основные достижения, наверное В турнирах именно Ваня тогда в июле вышел на этот финальный стол Это был первый год, когда November 9 был То есть и вот между За эти 4 месяца Между этими двумя турнирами Невероятный был подъем Ну и, кстати, вот Ну, я со стороны могу сказать, что и играл Иван тогда Невероятно просто сильно То есть я вот следил внимательно за его игрой Там изредка мы попадали за один стол Потому что играли там в России турниры Ну и потом, поскольку я был главным редактором журнала Poker News То обычно следил С профессиональной, как бы, точки зрения журналистской За его игрой он выиграл Кубок России В Завидово проходил турнир Занял первое место Причем в таком сверхубедительном стиле, скажем так На другом этапе Кубка, по-моему, второе место занял Ну, я уже не помню Диме Стельмку, по-моему, проиграл Ну, да, да, да Второе было Вот, и был еще турнир в Шангриле Где там Ваня тоже, по-моему, разделил первое место И третье место на европейском этапе мировой серии Ну, вот, естественно, что у меня в ЕПТ не очень складывается, да Не было далеких Не было финальных столов, скажем так Во сколько будет большой перерыв, его не будет Большого перерыва Просто еще два уровня, и мы все закончим Мне кажется... А, нет, не мог Я крик дяди Миша слышно, раз, что из там турнира по двушке 16 минут у нас сыграли Вот люди за этим столом Круг прошел один Виктор Блум не в одной раздаче пока не участвовал Просит меня дать прогноз на матч Спартак-Анфигмотив Потому что я болею за Спартак Ну, я думаю, что Спартак проиграет Как бы, не важно, за кого я болею Но если команда лишается тренера И проигрывает после этого Краснодара 0-4 Но о каком локомотиве-то вообще говорить 0-4 Ну, это же такие Там могли и... Ну, там, 3-10 проиграть, например Моменты у Спартака тоже были, но у Краснодара их было больше Даже если брать нереализованные моменты теми другими Помимо забитых, четырех мячей С каким банкротом вы посоветовали начать играть в офлайне? И где вы посоветовали начать офкарьеру с банкротом 10 тысяч долларов? Ну, видим каких-то супермаленьких локальных региональных турниров Наверное Знаете ли Даниэль Негриану русский язык? Ну, естественно, нет Читали ли вы книгу Ильи Болонина «Открытая энциклопедия по игре в NL Hold'em?» Ну, бог миловал Не запрещено ли спать в этих турнирах? Ну, если... Если вы Иван Демидов, то... Если Иван Демидов... У меня спрашиваете, я могу... По-прежнему, он принимает в них участие, то очевидно, что не запрещено Сэм Трикет 300 тысяч уже наколотил Это я говорил Да, да? Вот видите, во время трансляции тоже не запрещено спать Новый игрок за столом – это апстриец Кристиан Сталлингер Ну, потом посмотрим, что за боец На какой дистанции в кэш-игре онлайн По недорогим лимитам NL2, NL5, NL10 Можно судить о компетентности игрока? Ну, о том, чтобы сказать, что игрок никуда не годится Может быть, достаточно несколько тысяч рук Или даже меньше Может, даже несколько сотен А вот о том... Чтобы утверждать, что игрок хороший Нужно, конечно, больше Ну, не знаю, десятки, сотни тысяч рук Ну, сотни тысяч, наверное Ты преувеличил на NL2 Ну, я не... Ну, как... Опять же, смотрят, с какой точностью Что конкретно вы хотите узнать Ответ будет вот такой Игорь Демидов играл на ЕПТ Вылетел королев Тузы Ну, Сталлингер играет только в Австрии И в его послужном списке Первый турнир, где он попал в деньги Датирован 2008 годом Всего у него около 10 попаданий ВТМ с 2008 года По 2014 в равной степени размазаны Все в Австрии В основном от турнира по 200-500 евро Но однажды он сыграл мейн-эвент за 2000 В Австрии И выиграл его, получил 108 тысяч евро То есть не случайный игрок То есть не любитель Ну, скажем так Ну, любитель австрийский То есть вот он, кроме Австрии, один раз играл Ну, профессионал А, ну это Карибиан Покер Тур Мейн-эвент 3500 Видел пакет какой-то Выиграл Да, наверное То есть значит в интернете, наверное, играл Не, он на самом деле довольно плотный стол То есть откровенный любитель Только вот Реза Думум Полусани Решил заколировать 3-бет Но интересно, вот он все-таки Со секом 24-блайн Интересно, с чем он мог Заколировать 3-бет Он полусани или полусни Как-то на полусани Полусани тоже Да, макия Ну, полусани это уже неплохо Ну да, 3-бет такого размера, что он там Ну, с любой мы мастевыми коннекторами Там и Бродвеем мастевым Он должен калировать Был бы полубоб, конечно, было бы лучше Но полусани тоже годятся Особенно после зимней олимпиады Вроде как нет руку полусани здесь Который на такой доске Ну, даже такая-то выбросит Такая ставочка еще сделать Но вот опять 500 То есть там Около 20% чуть больше Нет, видишь, нашлись руки Не, ну а если, допустим, король 10 мастевые Ну, или там, я не знаю, дамы 10 Что ему делать? Да, все равно там 10 мастевые Мастевые два бакдора Наши агенты влияния в зале игровом В лице Макса Лыкова Передают, что это и был крик дяди Миши Действительно, это был его фирменный легендарный крик Все-таки не ошибся Ну, какие-то вещи остаются неизменными Времена меняются, люди меняются Моды на прически меняются Как вот говорил главный герой В моем любимом фильме Совершенно секретно Братьев Абрахамсов Или Цукеров Там, не помню Иван, ответь, есть не секрет Сколько в процентах рук при флоп Вы разыгрывали на ВСОП 2008 Такой вот вопрос Ну, понятно, что ты не считал Но примерно Вот как бы ты оценил Ну, я думаю, что достаточно тайтл играл Поэтому, наверное О! Порядка 15% Не знаю Мертвые заговорили Спустя Сколько-то 25 минут Не, не, он уже делал рейсы Делал один Ну, ладно Ну, второе Вход в игру Виктора Блума Ну, вот он играет Здесь Получается Одну руку за круг Если взять Иначе играет Со статами Где-то 13-13 А что, не вас, а тут как-то быстро карты выбрасывают Без этой своей 20-секундной паузы Не, ну, вот Валентин предполагает Почему в этот раз меньше трансляции Но сайт PokerStars TV Никто не блокировал Слава Богу Поэтому Ты уверен? Абсолютно Мне кажется, в этот раз как-то меньше Ну, пиарили громко будет сказано Но как-то Что люди подготовлены Но действительно такой провал Хотя, может, просто Всем уже надоело в группе ВКонтакте Какие-то вопросы задавать Но потом мы узнаем цифры Ну, просто, видишь И в Facebook не так много народ голосовал Может, в России интерес к покеру спал И тогда Может, и правильно Ну, что у нас сайты блокируют За месяц Спал Ну, да Все переключились на керлинг Я лежу за всеми вашими обучающими передачами Ну, их, слава Богу, уже давно нет Я никого не обучаю Я все-таки считаю, что обучать надо Когда сам что-то умеешь Важна ли дисциплина в покере? Можно, например Ну, да, дисциплина в покере Это одна из самых важных вещей Ну, и не знаю Пример Вот, пожалуйста, пример Вот я занял 35-е место В Эврике покер-тур Думаю, что Ничего, кроме дисциплины В общем, в тебе Плю заслугу Я поставить вряд ли смогу Ну, вот Думун Включительный раз рейзи Точи не вас Он очень хочет поставить на баттоне Алл-ин Не отказывается Ну, против Думуна, наверное, можно на любом тузе ставить Потому что он тут играет процентов 60-70 рук Вот он, да, процентов 60 играет У него явно в пип Не как у Ивана Демидова 15% Жалкие Ну, аж 20 Ладно, ты ж меня совсем застыдил Сейчас замочит он его На 8-6 Пиковые заколируют Думун таки Правда, это на полого стека будет Но Что это такое? Он мне Думуну Каждый мой рис Аллен ставит Ну, судя по имени Реза, это иранское имя Но Думун гражданин Швейцарии Не, ну, это солидный дядя Этот Что такое? Ну, там, видим Какой-то красивый Там, на самом деле Валет 10 в губях, наверное Да, может, так он Так вы долго думал Согласили в губях Он бы уже колл сказал Думаешь? Вот, смотри, видишь, он поделил Две кучки Вот И все-таки кучка С которой надо платить Она чуть больше, чем кучка Которая останется Олива Олива, кстати Которая выиграла наш конкурс Мы никак не можем пока Определить победителя за вчера Честно говоря, в перерыве Просто хочется немножко Отвлечься от покера И отдохнуть А вот Олива Олива Которая получила Наш приз позавчера Подтверждает, что она девушка И да, действительно У нее скоро день рождения Да, 27 марта Я надеюсь, Лера не слушает Наш эфир Поэтому скажу, что Миша с большим Интересом изучал Ваши фотографии Ответил, что вы не только девушка Но и симпатичная девушка Я илья сказал Говорю, что ты-то у нас Любитель смотреть фотографии Поэтому смотри В общем Хотелось бы сыграть Big One For One Drop В этом году Вроде пока 24 человек подтвердили Своё участие Как думать Получится интересный турнир И будет ли трансляция Трансляция будет Как минимум Текстовая Российских сайтов 100% Это мы с Иваном Демидовым Вам гарантируем Хотелось бы сыграть Вот знаете Вот чего мне совсем Не хотелось Так искать в этом турнире У меня абсолютно нет Такой вот амбиции Вот у тебя вон Мне, например, хотелось бы Но миллион долларов Я говорю За это не готов платить И даже 100 тысяч Например Поэтому если кто бы Предложил сыграй-ка Я бы согласился А вот если бы тебе Вот сейчас нашел Ну какой-нибудь там Миллиардер Даже не миллионер А миллиардер Абрамович позвонил Я про другое хочу тебя спросить Вот что бы ты делал Чтобы подготовиться К этому турниру Вот предстоит в том Что вот завтра тебе говорят Всё, Иван Ты играешь этот турнир Вот как бы ты построил Ближайшие несколько месяцев Я думаю 24-7 Играл бы в онлайне Ну точнее так 12-10 часов в день Я бы играл А ещё 4-5 часов в день Разбирал бы Раздачи И сидел бы с калькулятором И Занимался Остальной всякой такой Скучной фигней Да ладно На самом деле Ваня бы постарался Хоть раз по-настоящему Выспаться Взять паузу И выспаться И естественно Это тоже Это уже перед турниром Непосредственно Вот смотрите Сейчас чип-лидером Со стэком 320 тысяч Стал некий Иван Неучев Это Уже трейдер Раздачу выигрывает Или вторую Вторую Одно он проиграл Филатов ещё в турнире Да Филатов всегда в турнире Ну а здесь да Блум сделал просто Или филатов Или филатовцы Кто-то всегда в турнире Белорусы остались ещё в игре Ну я думаю Да Вот Я думаю Что да Ну вот Не слышу Не слышали мы Вот говорят Что Ваня Ты прикольно Хихикаешь И просит тебя Ещё похихикать Можешь как-нибудь Похихикать Нет Это должно идти От души А ты почекачи Его У нас Прекрасное отношение С Ваней Но не настолько близкие Как бы Я вот Оставлю Эту миссию Лики И Гриша Ну так ты можешь Под мышками Его щекотать Не обязательно Если бы Гриша Меня щекотала Я был бы счастлив Он меня бьёт Тож он суров к тебе Он суров О Два Аллына И ещё и Мелтон Думает Ну и Да вписывайся Да вписывайся Так А Мелтон Да Мелтон зарейзил Шлинивасан Алл ин Сталингер Алл ин А с чем тут Можно думать Интересно Ну как-нибудь Пара восьмёрок У него Ну да Типа средняя пара А с туздам Он думал бы думал Думал бы что-то Или не думал Просто вы не зваете Что у него тоже стэк Ещё меньше Чем у этих двоих Нет Вот его стэк Это сколько музыкалировать надо В смысле Это Мелтон Вот Вот у него С 37 тысяч У него начало Он сделал рейс 17 блайндами Он сделал рейс 17 блайндами И получил просто два алл ин А в чем проблема Ну что туз валет надо выбрасывать Туз валет Понятно Пас простейший Да и туздаму надо Две восьмёрки Две восьмёрки Я думаю что туздаму надо выбрасывать Ну Учитывая что у нас 17 блайндов Как бы Не уверен я в этом решении Ну а что Две десятки Ну и Мелтон то Ну мы не знаем Сколько рук Мелтон открывал Шрени Вассан Ставит алл ин С хайджека Ну там туз валет есть У шрени Вассана В диапазоне его алл ин То есть с туздамой Его мы бьём Но вот что у Сталингера У Сталингера мог быть две десятки Тогда вроде с туздамой И нам по шансам Тройной алл ин Редко такое увидишь Поэтому всегда интересно Ну что там Две десятки Две девятки Ну Шрени Вассана две девятки И туз король непонятно О чем он думал Должен конечно Ну видишь действительно Там оказали две десятки Вот хоть одну руку я угадал Туз король это чистый славу ролл Ну да Ну выиграет Шрени Вассан Это понятно Что он единственный топ рек Из этих троих А у него девятки да Да Ну это да Полно вероятно Но заметь Ваня Что у него девятки без червовой То есть у него это Ну как ты сам знаешь Это намного слабее Фигня полная Да Но у него по мастям Блокировка полная Да С мастями не очень хорошо У него получилось Ну тут король редко стали Да Туз король Мельтон стоят совсем не плохо Присполнен оптимизм А Шри Вассан уже в один аут катает Ну как и Сталингер собственно А не стали Сталингер пока старше всех Он может катает в один аут Но пока он просто выигрывает Оп Ну да И Шри Вассан говорит А у меня все еще один аут Есть Девятка червей Давайте мне сюда И Флэш собирает Слоу роллер Не-не А вас А вас Штирует Я попрошу остаться Сталингеру говорят Не торопись Дружище Даже с какой-то сайдпот Он выиграл 8000 сайдпот Он выиграл По-моему Да Он выиграл 8000 сайдпот И 7000 у него было То есть у него 15000 7 блайндов Он остается Остается у него На раскруточку На раскруточку Ну а Дэниел Мелтон Просто сейчас может Напевать песню Весело и вкусно В Макдональдс А тебе про Мелтон Нагрел что-то Твалифицированный игрок Ну Нет Ну там Мелкие результаты у него были Я уже запутался Не, ну потому что Вот то Все-таки там Мы насчитали И что с Туздамой Тут надо коллировать И мол Нет С Туздамой только Ближе А то с Король То тоже Это снэп колл Опять же Может быть он сидел Думал Не то что он собирался Выкидывать В итоге Знаешь Но когда такое большое решение Нет Я просто сказал Обстрике он только что В турнире хай роллеров Который сегодня будет доигрываться Где играл В хедзапе Ники Едличко И Евгений Качалов Он занял шестое место Туз Тузкарой 17 блайндами Конечно тут снэп колл Может быть без криков Гип Гип Ура Но ситуация для него Очень хорошая Какие варианты Баттон сделал рейс Александр Кравченко На СБ колл Большой блайнд Ал ин Баттон выбросил Александр закрыл На Король Даму Ого Такой флип мне не нравится Расстроился Большой Блайнд И перевернул Двух валетов Ну Король Дамы Александр Кравченко Сразу На флопе Собрали Короля и Даму И у Александра 220 тысяч Саша кстати редко очень играет Последнее время Но на ЕПТ Он несколько раз подряд Попадает Попадает деньги Вот Когда у Саши 220 тысяч Я могу Смело Достаточно крупную сумму Поставить на то Что он в деньги попадет Точно в этом турнире Но с ним за столом Играет Сергей Баранов У которого Около 150 тысяч Я не могу понять Кого мне Александр Кравченко Напоминает Вот с этой Испаньолкой У кого точно напоминает Кстати Джипси мог выиграть Мазу Что у него 6 раз Борода длиннее Чем у Бардача Не потому что Но на ОАК Такая большая Потому что У Бардача Там волосики Коротенькие Если у него 2 миллиметра То ОАК Там 12 миллиметров Есть наверное Ну в общем Как мы предупреждали Зрители К сожалению Вот не так много Россиян голосовал Все таки От Виктора Блума Здесь Ярких действий Ждать не стоит А Швити И Шриневасан Вылетели Швити Я кстати В перерыве Видел уже В кэш зоне Отмазываться Пошел Ну видимо Кевин Вандер Смиссон Вылетел С парой восьмерок Против Туза Короля Чих то выставился Эту историю Вандер Смиссон Рассказал Уже держа В руках Билетик В турнир За 2200 евро Ну вот Видите Блом зарейзил И выиграл Раздачу То есть да Все таки Четыре руки Блом сыграл За 35 минут Вот он Сэм Трикет Вот он Виталий Лункин Рядышком Ну да У Виталика К сожалению Фишек не видно Ну то есть Они есть Но Не скажешь их больше И Константин Пучков Много у него фишек Но В основном Помню Большого достоинства Хотя посмотрите Синий тоже есть И немал То есть константин Разогнался Ну у него 1050 Так на скидку Маш 60 Ну у него там Это не фиолетовых Был столбик Ну правда Столб фиолетовых Это всего 10 тысяч Но тем не менее К сожалению Тысячу у НЛ профита Ну если бы он умел Останавливаться То это был бы уже Не НЛ профит Которого мы любим Знаем Ну критерий оценки Блефа прост Если прошел Значит хороший блеф Да Если не прошел Значит плохой Газ Ханса написал Что сыграл Пару неплохих Раздач И у него 170 тысяч Может ли игрок Соглашаясь с тем Что его карты Будут выбрасываться В пас Устроить себе перерыв Чтобы покурить И отойти от тилта Ну естественно Кто может ему Запретить О Покер Ньюз Заметил Что ж Витя вылетел С турнира Ну кстати С трансляцией Можно смотреть Еще на канале В Ютьюбе А не только На Покер Старс ТВ Там думаешь Другой стол будет Или скорость выше Или комментаторы Другие Не не Я имею ввиду Что если у кого то Действительно Покер Старс ТВ Не открывается Ну я понял Я Пошутить пытался Илья Михаил Объясните пожалуйста Как в такой богатой Организации как Покер Старс Могут комментировать С такими ужасными Микрофонами Когда у каждого дома Есть элементарно Наушники с микрофоном Неужели их никак нельзя Подключить Это так удобно Меньше усталости Свободные руки И так далее Или руководство Все равно Спасибо Ну вот без преувеличения Неоднократно Михаил Семен Поднимал эту тему Кто-то В центральном офисе Я думаю Покер Старс Считает что только Такие микрофоны Заводляют работать Что Джеймса Продолжает это доказывать Хотя Джеймс вроде как И я имел опыт Работать в телевизионных каналах Я один раз попытался С ним подискутировать Когда у него там Был большой спор С американским коллегой Комментирующим в СОП И ну Джеймс Настолько был заведен Что я уже устал Ну не стал дальше давить На то что В принципе мы С Димой Губернием Комментировали Церемонию Закрытия Олимпийских игр В Афинах На огромном стадионе И не раз я комментировал Матчи с трибун Кстати футбольный еще В Афинах там С обычным микрофоном И все было отлично Всегда слышно То есть вы абсолютно правы Но вот Это не из-за экономии Это просто из-за того Что вот у кого тут Нормально все с оборудованием И так далее Но кто-то там На самом скажем так Вверху считает Что Просто невозможно Вести трансляцию Когда к Семину Просто подходят Красивые женщины И начинают с ним обниматься Но это просто невыносимо Что это такое Ну ладно Хватит завидовать Нет Брать еду можно А вот обниматься С Семиным нельзя Илья дрессировщик Ну в итоге Бедная девушка Принесла бутерброд обратно Ну вот посмотрите Мелтон так неплохо Заколировал Несколько оптимистичный Кстати На Туз 5 Не ну 13 тысяч Там сколько это было Ну просто у него Сколько у него Трое человек за спиной Ну хотя Наверное Они бы и не колили Да Там Ну если трое человек За спиной То да Так достаточно Ну нормально Наверное Там 6 блайндов 7-7 блайндов Fall-in Скотт-оффа Он закрыл Недолго Сталингер На этом столе Вот одного Нового игрока Уже подсадили Безволосого мужчину Вот тут еще Некоторые обновления Чип-каунтов Ну вот тот Элеадоровском Атаке С которому С финале Который от Слоу-ролил Здесь Джамил фон Пергер 330 тысяч Имеет Ронни Кайзер Которого нахваливал Илья Градецкий 260 тысяч Болгарин Семен Найденов Который раньше Нам попадался 245 Ну он браслет Между прочим Выиграл На мировой серии Ну да Алексей Хорошенин 185 тысяч Но это обновление стеков То есть значит Действительно Так у него есть Не то что Эта информация Предыдущего дня У Тадеуса 150 К сожалению Алексей Белокура 90 тысяч Но правда Тут опять же Покер Ньюс нам писал Что 190 было у Леши А Леша сказал Что у него никогда Больше 130 не было У Прялки 92 тысячи И у Виталия Лункина Который нам показывали Недавно 36 тысяч Предлагают нам Сбатать с тобой Хедзап Кэш 8 игр 4-8 И постримить Все это дело Ну Идея на самом деле Не такая плохая Ну не знаю Просто для меня Ну Я не знаю По таким низким Лимитам не играю Но ради общего дела Конечно Ты ради 4-8 не играешь Вроде это Нет Спешами не играю А с фешами не играешь С фешами-то 20-40 хотя бы Но поскольку мы с Ильей друзья Бывать его Неудобно будет Ну да Когда уже Макс Лыков Переедет жить в Ригу Ну вроде собирается В ближайшее время Бывал ли Иван в Латвии? Ну бывал Потому что там проходил РПС этап Не был 2 или 3 раза на нем Мне в принципе в Риге понравилось Триши сделал рейс Думун и Мелтон Думун И вот новый игрок Фамилия которого Орурк Заколировали И по флопу 8-6-7 Думун Донкнул И тут же Аллын и кол Там по-моему 9-10 просто Насколько я вижу Ну да Судя по скорости кола Там понятно Что 9-10 Ну а Думун Как вы понимаете Ну не повезло Да Здесь-то он ничего такого Не сделал Криминального Наверное колу флопа Он мог заподозрить Неладный Ну с другой стороны Таким стеком Что делать В топору Десятка Не пришла Жалко Очень хороший игрок Лучше всех Смотрел за этим столом И Так не сложилось Ну по крайней мере Реактивнее всех Слушай, а умел Тон уже 170 тысяч Тем временем Сидел Сидел Думал Коллировать Лео Ставшийся Там Свои 20 тысяч 30 тысяч Думал Это же почти Дарвин Мун Вот просто Сокращение Ну если честно Меня не особо Тянет Мога Все-таки Далеко Очень лететь И А Покер Старс Вам не намекает Что неплохо Было бы В целях Человек Зарегистрировался Вконтакте С ником Илья Городецкий Поставил на аватар Твою фотографию Которую ты сделал Где мы С Джо Степплтоном И спрашивают У Ивана Далеко ли ему До Форхейля Ну не думаю Ваня Не я тебя спрошу Я-то знаю Что далеко Ну все правильно На другом конце Города живет Что ли Он вроде бы В Киеве живет Поэтому А ну тогда Далеко Форхейля Переехал в Киев Полусани остался Тоже с коротким стеком Всего 16 блайндов Поставил Ал ин И съел его Было бы полу Ваня Был бы шанс А полусани Очень тебе нравится Вал фамилия Миша Просто так И так И так Ну а я люблю В общем Так иронизировать Я уже не раз Приводил свой любимый Пример Над нашими Ты не пошутишь А это вот Как у меня Миша Решет Что все Огром Ну что ты там Про Никиту Мургунова Так Он же бездарно Вот играет В этом матче А ты там Аккуратно Что Типа Вот он Ну не склад Все что Вот говорит Я там Шакила Унила Постоянно критикую К Шакилу Унилы Я могу А Никите Мургунова Мне потом В глаза Придется смотреть На следующий Баскетбольный матч Поэтому Сандип Сандип Полусаня Это вряд ли Там Прознает Подгородецкий Там Что это такое Илья и Михаил Не думали ли вы о том Что больше половины Вашей аудитории Без пяти минут Каждого часа Убегает на перерыв Во время своих МТТ турниров Может быть В это время Не стоит отвечать На вопрос Но если мы будем Следить за временем На часах То нам будет Совсем тяжело Мы должны Следить за временем За временем Там Сколько здесь До конца Уровня осталось И так далее Я вообще не представляю Например сколько сейчас времени Даже не имею представления У тебя есть 4 Ну я Да вот я сейчас смотрю Здесь у нас Пол седьмого То есть Но я вообще Не слежу за этим Есть другие задачи Петропавловский Камчатском Полночь Скажите пожалуйста Как идут успехи В турнире У моей любимицы Гаэль Буман Ну вроде бы Она играет Ну примерно Полчаса назад Вроде Ну сейчас давайте Посмотрю Когда я было сообщение Может я что-то пропустил Вроде 170 тысяч У Гаэль было Не так давно Так Орли у нее Что-то Твиттер как-то Орли С двумя парами Дамы и четверки Против цвета семерок Сейчас выставился Джонни Лозван По риверу Пришла дама Он удвоился Да Вот час назад У Гаэль Буман Было 170 тысяч Которые пересадили За стол К Доминику Ницше Больше пока Гаэль ничего не писала А Кевин Макфит Только что вылетел Вот те разы Как это так Только что У него было 140 тысяч Он спал за столом В стиле Ивана Демидова И все Большой банк Трибетил Орурк Ставил Кантбет Терн прочек И по риверу Вдруг Орурк Ставит Овербет Ну Правда Тут он ставит Просто Ну небольшой Овербет Да Ставит подолын Йоксичи Интересная линия То есть он Видимо может С него туз король Он потер Не паста Побоялся Вдруг там Флэш закрылся А после того Как его соперник Прочекал Решил Что нужно добирать Я думаю Что это за раздачу Заставит нас Посмотреть Что же с тобой Представляет Орур Ну например У него легко Может быть Допустим Флэш в этой ситуации С которым он Не видит смысла Ну пытается дать Блифануть Сопернику На ривере Например Ну да То есть не стал Ставить терна По риверу Как его зовут Гевин Да Просто много Орурков Вроде так Не скажешь Что самостоянных Фамилии В Ирландии Распространенные Ладно там Микки Рур Ну самый большой Приз Он который Он в жизни Выиграл Это 7000 долларов А может у него Быть рука Типа Туз дама С тузом червей Ну зачем Вам тогда Чекотерн Непонятно Ну как раз Он попадался Купить бесплатную Карту А потом По риверу Ну опять Да не купил Но это же Вот игрок Вроде бы Ну смотри На него Попытаемся Что-то по телсам Скачать Не ну Уверенность Во взгляде Это На мой взгляд Это все-таки Добор Не похоже на Блеф Ну странная Линия То есть Линия Странная Да Легко Может быть Это Детройка Конечно Тоже Продостал Болосный Трибетить Например Проспеш С флешом Наверное Нуж был Попробовать Добрать Все-таки Видишь Небольшой РП Получился Четыре тысячи Он просто Одиннадцать Ну это нормально На получи Ну не Я не спорю Ну немножечко Там Ну как бы Там Реги Сейчас ставят Там Не знаю Детей 600 Но в живом Покере И там Не знаю Ну одиннадцать Нормально Опять нам Показывают Бедолагу Гарри Поттера Который Сандра Джонни Ладеном И Райан С Питлсом И Сандрой Найкс А я ее Опять не замечаю Она Справа От Гарри Поттера Дилера Вижу Больше Девушки Не вижу Ну а да Вот это рядом Райан Спитлс Который Вроде Ничем Особенно Не запоминался Но на Прошлом На одном С прошлых Турниров Нам решили Его Показывать В игре Как Человек Отобравшись Через Сателлит Он довольно Далеко Прошел И вот Видимо Теперь По старой Памяти За ним Следят Ну и вот Нам сообщают Что к сожалению Только что Семь Трикет Выбил Виталия Лункина А вот Лоден Должен был Вылетать Он Выставился Волыне Что Рассказать Волыне Видите Поймал Семь Волынкин Вроде Не сказал Что Что Три Одного Озвучил Как Как Красную Линию Вывести Вверх Человек Спрашивал Много Блифовать Вот Человек Много Блифую А Все Равно Вскрывают Ну Красная Все Рано Может Быть При Этом В Плюсе Если Вас Вскрывают А вы Проигрываете Это На Красную Не Влияет А Ну Тут Эндрю Свинни Который Не Самый Известный Парень Где У Нас Проходил Довольно Далеко Был На ТВ Стале Вот Болеет За Этого Человека Как Б Ник Которого В Твиттере Я Прочитать Не Могу Гивина У Рурка Могу Конечно Я Неправильно Прочитаю Ну Ладно Прочитайте Просто Я Буквы Точно Это Очень Известный Онлайн Игрок Да Гаванатер Ну Да Я Он Он Очень Он Был На Финале Он Во вкупе Очень Удачно Выступал Он Где-то Доехал А на Следующий День Я С ним Играл Задним Столом Кстати Играл Он Не Очень То Играл Он Примерно Как Ник Да Но Это Известный Онлайн Игрок Очень На Сам Буквы Местами Гаванатер Не знает Что Это Очень Неприличное Слово На Русском Приличное Гаванатер Но Только Гаванатер Не путайте Опять же Местами Гласную Согласную Посередине Слово Ну Ладно Подпишусь Тоже На Гаванатера Назвращать Главные Новости Дня Станислав Черчесов Станислав Черчесов Сказал Что Продолжим Работу Сам Карам Неожиданное Заявление Не Увенчались Переговоры Успехом Все Ожидали Что Воспринял Это Спокойно Ну Да Главного Тренера Главный Тренер Аталант Так Сказать Прокомментировал Новость Что Он Может Станет Новым Тренером Спартак Я Спартак Тогда Мне Нужна Шапка Ушанка А Айтартас Сообщает Что Представители Спартака Следили за Машиной Черчесова После Встречи С Федуном Мир Полон Приключений У этих Людей У них Жизнь Полна Приключений Следить За Машиной Не Поехал Леон На Переговоры С Кем То Другим Как Бы На Сам Деле Все Правиль Ничего Но Если Действительно Главная Претензия Светлана Солом Что Он Еще Из Динамо Вел Переговоры Не Тоже Мутил А Позвонили Динамо Сделали Предложение Тут Блум Кстати В раздаче Причем Банки Уже 26 тысяч Ну Это Копье Для Блум Это Несерьезно А для Триш Это Тем Более Несерьезно Для Стэк Триш Позиции Сыграл Ну Что Поставят Блум Овербет Аллин Семь банков Шесть Половины Влезают Какой То Он Ставит Маленькую Ставочку Кол Говорит Триш Туз Есть Ну Неинтересно Борин На 13 тысяч Рук Винрейт 14 Бб На 100 Я гожусь Ну 13 тысяч Рук Это Не Дистанция Простите Даже Кристина Даже Я Это Знаю Для Ивана Демидова 13 тысяч Рук Это Он В принципе Если напряжется Может За 3 Дня Столько Сыграть Можно И за День Сейчас Зум По 1000 Рук В час Да Нет Конечно Это Не Дистанция Ну Это Если У вас Было бы Минус 14 Бб Это Было бы Хуже Но Пока Это Ни О чем Не Говорится В любом Сочи Эх Вылетел Мюнхен ХБ Майкл Телкер Не Видим Мы Здесь Нового Пьяного Мастера Вылетел Славик КРС Вячеслав Артынский Сказали Мы Про Вылет Кевина Макфи Картынский В первый день Стузанин Королей Оля Шейми Оля Шейми Так расстроился Иван Что Решил Отведать Нутелла Чтобы Подсластить Билю Он У нас Второй Банку Доедает Причем Литровые Такие Банки Оля Шейми Он Тоже Буст К сожалению Виза Виза Как-то Этот год Поскромнее Проходит Чем Прошлый Сергей Попов Вылетел Бахрам Чабенех Наш Товарищ Иранский Потеря Кимикурка И вот Действительно Грустная Новость Татьяна Браусова Вылетела Иван Ничего Секретного Про Блума Не знает Где Ванесса Думаю Что Дома В Америке В Нью-Йорке По-моему Она живет А это Александр Кравченко И Михаэль Туриньяк И Сергей Баранов Ну и вот Такая Вот По-русски Беседы Александр Кравченко И Михаэль Туриньяк А Сергей Баранов Делают И что Их понимают Да Потому что Он из Одессы А там На этом языке Не говорят Джефф Ройсетер Здесь же На последнем боксе Тоже По-моему Какой-то известный Михаил Савинов Бэтсит Похож Кстати На Михаила Савинова Действительно По виду Сильный Столб А нет Есть мужичок На первом боксе Смотри Смотри Реально Михаил Савинов Причем На самом деле Реально Похудел Но Это не Михаил Савинов Потому что Михаил Савинов Но сейчас Дреда Он сделает Немецко-польский Игрок Помнишь Который Ну мы Ставили Что всем Немецкими Регами Изначально Он Я забыл Какого фамилия То есть Польского Происхождения Ну Такой Рег Да Он Достаточно Далеко Проходил Кстати Немерой Серии Постоянно Играет Полусани Задвигает На рейс Мелтона Ну Против Мелтона Малын Выставляться Это самоубийство Не Ну С другой Сторон Он же Туз Король Может Выбросить Ну Сейчас Опять Будет Думать И На Ладно Кол Туз Король Ну В этот Раз Видимо Похуже В этот Раз Тайм 2 Девят Но Рейс Котов Из Бата На Полусани Здесь Наверное Пушит Всяких Тузов Сколько 19 дней Наверное Всех Тузов Пушить Это Широко Но Там Туз 6 Сьют Это Уже Пушит Вань Ну Отчего Тут Закрываем Ну Колер Тут Две Семерки Там Небось Туз Десять Или Туз Дведь Чем Оно Там Слов Ролил Король Дам Мелтон Ну Да Туз Девета Король Дам Король Дам И Мастевым Конечно Докали Реальный Слов Урол Ну С его Туз 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 Ну Я же Герю Что Тут Полус Не Всех Туз Пушит Но Туз 6 Туз 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 Понятно Что Все Бродвей Мастевые Туз 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 Стал Что Выставляться Валент Против Мелтон Самоубийство Ну Так Я Это Сразу Сказал Конечно Но Так Что Слов Ролил Только Если Повезет Стрид Соберем Как Бо Это Единственный Шанс 99 Еще Годится Ну Уже Да Уже Только Туз Годится А то Я Теперь Знаю Что Три Аут Это 7 Процентов Натерли Рядышком Еще Одну Карту И можно Стрид Собрать Вылетел К сожалению Наш Обладатель Браслета Но Ничем Он Не успел Зарекомендовать Но Начало Игры На Телевизионном Стале У него Было 25 Блайндов Зато Мелтон Успел Зарекомендовать Как Ласковый Удица А почему 7% Почему Не 6% Ну Не знаю Так Показывают Ну Да Хотя Вроде На 2 Надо Умножать Но Там Ж Это Так Комментаторы Со всего мира Потому что говорят Что это самый скучный стул Который они видели В своей жизни Дайте сюда Стол Гаса Хансона Дариусом Мартино Эндрю Чена И Рубена Виссара В общем Скажем прямо Трудно себе представить Какие конкретно люди Голосовали за этот стол По сравнению с тем Мне кстати Скажется Что стол Кравченко Гораздо интереснее Стол Кравченко Но стол Кравченко Не предлагался Ну я понимаю Но я имею в виду Почти любой стол Ну почти любой Но тут Виктор Блум И там еще Оставался полуживой Шриневасан Но Но Виктор Блум Молчит Если бы он общался В стиле Как он общается С Джанглменом Онлайн Я бы на это посмотрел А так Ну играет он Довольно спокойно Конечно да Он здесь все таки Рейзит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok